Всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию мой бушный шуруповерт от компании Makita. Шуруповерт с функцией долбления в бетоне. Модель называется Makita 8391. Я уже буду говорить без этих американских выпендрежек. Просто DWPE. Вот. Посмотрим, что у нас. Я покупал с одной батареей, потому что как бы для дома он мне нужен был. Сейчас приходится с ним распрощаться. Вот решил на память себе снять такой обзорчик по его характеристикам. Вот. Напряжение аккумуляторной батареи 18 вольт. Емкость 1,3 ампер часа. Он никель-кадмиевый. Вот. Как бы не хвалят их тем, что у них есть память, разрядки, зарядки. Ну, в принципе, я с такими проблемами не сталкивался. Он у меня хорошо послужил. И сейчас он, в общем-то, в таком боевом, так сказать, положении еще фору даст не, ну, как бы не малому количеству современных литийо-ионных, даже не побоюсь этого слова, шуруповертов с аккумуляторами. Вот. Модель это вроде бы английская литийо, потому что, видите, переходничок такой стоит на Европу. Сейчас его защищу. Покажу. Вот так он. Мощность у него такая довольно-таки... Нормально 42 ньютона на метр мощность, крутящий момент. Потом сила ударов, по-моему, 19 500 в минуту. И две скорости у него. Также 16 положений силы закручивания. То есть, да, силы закручивания. И у него на первой скорости 400 оборотов в минуту, на второй 1300 оборотов в минуту. В общем-то, наверное, и все, что я сказал, 2,3 килограмма он весит. Ну, такой нормальный. В общем-то, агрегат хороший он. Приходится его продавать, потому что хочу помощнее, серьезную штуку взять. Bosch GSB 18, 2 Li. Более такой уже... Такой помощнее. Просто мне уже по потребностям наим нужен помощнее. А это я, так сказать, отдаю в руки родственника. Так что в хорошие руки. Вот. Ну, в общем-то, наверное, все, что я хотел сказать. Чемоданчик, зарядная, батарейка, бита, в общем-то, такая середнячок. Нормальный реверс, в общем-то, как обычный стандартный жоповерт. В общем-то, модель-то старенькая, но работает она, что зверь. Никогда на нареканий не было. Вот есть переключалка. Сверление с ударом, закручивание и просто сверление. Ну, 16 скоростей, так сказать, регулировок с завертыванием гайки. Вот все. В принципе, пока что все. Всем спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok